В Нижнем городе Тагиле, в тамошней исправительной колонии номер 12, бойцы сводного Нижнетагильского отряда спецназа ГУКСИН при технической поддержке двух БТРов, двух пожарных машин и трактора на скамейке запасных подавили массовые беспорядки, чтоб не сказать бунт, учиненный недовольными зэками. Как наверняка догадался внимательный зритель, глядя на вялое поведение как бы бунтарей, это, конечно, были всего лишь тактико-специальные учения «Вулкан-2», в которых приняли участие 183 бойца, удостоившихся чести быть сводными спецназовцами. От системы исполнения наказаний в отряд попали 153 офицера из пяти тагильских колоний, 5-й, 6-й, 12-й, 12-й и ЛИУ-51, и из двух кировградских зон, 46-й и воспитательной. Плюс к ним от МВД делегировали 30 бойцов из Нижнетагильского МО МВД и Уральского регионального командования внутренних войск МВД. Как видно по картинке, сводный отряд тагильского спецназа, находившийся явно в численном большинстве, горстку как бы бунтовщиков одолел. Ну да, куда против стреляющих БТРов с палками-то попрешь. Но на этом маневры сводного отряда не завершились. Бойцы и руководители учений массово передислоцировались из 12-й зоны в лечебно-исправительное учреждение номер 51, в туберкулезную больничку для зэков, и там случилась вторая часть марлезонского балета «Вулкан-2». По фабуле маневров некий злодей где-то захватил автомат и пробрался в пятиэтажку. На самом деле это был, конечно, не жилой дом, а локальный учебный участок Лиу. Тут тагильские спецназовцы при захвате вооруженного преступника тоже постреляли в волю. Хотя в замкнутом пространстве палить реальными пулями весьма чревато. Как видно и на втором этапе второго вулкана, сводные спецназовцы преступника, на сей раз уже вооруженного, победили. Спинди крючили и увели. По мотивам учений, естественно, была начальственная разборка полетов и лучшую подготовку руководство отметило у бойцов 12-й, 13-й, 46-й колоний и лечебно-исправительного учреждения номер... Это просто ужасно, 51-й.